Владимир Лугунов мог бы стать чемпионом России по хоккею с мячом, но профессиональная травма поставила крест на его карьере. Парню уже нельзя было заниматься физической нагрузкой, но его спортивный азарт никуда не пропадал. В итоге Владимир нашел новое схожее увлечение – киберспорт, в котором он уже достиг больших высот. Как-то я познакомился сначала с простыми играми одиночными, а потом узнал о Counter-Strike 1.6 и начал играть, потом вышел CS GO и пошло, пошло, пошло. Родители Владимира негативно восприняли новое увлечение сына, признался нам киберспортсмен. Но когда в 15 лет он выиграл в одном из чемпионатов по компьютерным играм, все сомнения матери и отца пропали. Принял с первой деньги, мне тогда родители поверили, сказали, купили компьютер, ладно, дело это, что если ты, ну реально, денежное мероприятие, ты сможешь. Сегодня Владимир Лугунов учится в Уфимском университете науки и технологии и является капитаном сборной вуза по киберспорту. В команде более 70 человек, за их плечами много побед в различных турнирах и чемпионатах. Мы регулярно побеждаем в республике Башкортостан, стали победителями университета для первой киберспортивной от главы республики. В университете есть киберспортсмены, которые выступают на международном уровне. Воспитанник наш по Counter-Strike Тимур Кутушев выиграл 2 на 2 чемпионат мира. Тимур Кутушев также состоит в сборной Уфимского университета науки и технологий по киберспорту. В начале своего пути у него была схожая ситуация, как у его товарища Владимира Лугунова. Родители были против и увлекался он совсем другим видом спорта. Первые 4 года, когда они не понимали, что это такое, они там шнуры прятали, компьютер блокировали, но я все время где-то лазейку находил. Дзюдо, самбо, лет 7, наверное. Пытался совмещать, но пока перестал заниматься. Киберспорт в России уже признан официальным видом спорта. И с тех пор уже прошло около 20 лет. Наши игроки давно уже вышли на мировую арену. Однако до сих пор есть те, кто не воспринимает серьез киберспорт. Когда они узнают, что это официальный вид спорта, уже много лет, что за него отдаются разряды, что вот у нас в университете примерно около 20 разрядников прямо сейчас находятся, поэтому потихонечку они начинают по-другому относиться. Когда узнают, что уровень зарплат высокий, когда узнают, что это официальная уже там работа. Благодаря киберспорту улучшается работа мышц, развиваются реакции и скорость принятия решений, стратегическое мышление, коммуникативные навыки. Подростки хотят стать киберспортсменами. У них, как правило, большие трудности в том, чтобы изъясняться корректно. И вот, начиная с коммуникативных навыков, идет профессиональный рост. Он дает определенные софт-скиллсы на будущее. Затем приходят уже к нам в университет. В университете мы все больше их развиваем. Они выходят уже готовыми, практически специалистами в цифровой среде. То есть компьютерный спорт – это один из способов войти в цифровую среду в современную жизнь. Компьютерный спорт в Уфимском университете науки и технологий зародился в 2017 году. Изначально это было студенческое объединение. Один из его основателей – киберспортсмен Роман Кашфулин. Сегодня он главный тренер сборной Башкири по фиджитал-спорту. Отобрались на первый крупный всероссийский турнир, поехали в Москву и заняли пятое место по России. С того момента у нас начался отчет того, что сейчас является киберспортом в университете. Поехав в Москву, мы взяли с собой как раз вот Светослава Пегова, который главным менеджером у нас является. Подружились и решили вместе в университете продвигать компьютерный спорт. Мы сами пришли из этой сферы. Мы прекрасно понимали, насколько это популярно и насколько это будет расти в популярности в будущем. Соответственно, руководство университета нас поддержало. И сейчас мы можем увидеть уже действительно впечатляющие результаты нашей сборной. А еще киберспорт – перспективное направление в плане оздоровления, считает Светослав Пегов, руководитель сектора киберспорта у Фимского вуза. Например, компьютерные игры помогают отсрочить деменцию. Буквально вот несколько месяцев назад было крупное международное исследование на эту тему опубликовано. И действительно, занятия киберспортом позволяют остановить либо отсрочить наступление старческой деменции. И эти технологии внедрены уже в Швеции. Например, есть команда Silver Snipers, которая полностью состоит из людей 60+. К слову, в Уфимском университете науки и технологий студенты-преподаватели проводят научные исследования, связанные с киберспортом. Например, молодые ученые изучают игровую психологию и пишут на эту тему статьи. Розилий Лудашбаев, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.